Всем привет! С вами видеоблог War Story. И сегодня четверг. Видео должно было выйти вчера, но оно не вышло по техническим причинам. Сегодня будет перезалив видео, которому я посвятил достаточно много времени и внимания. Я прям старался его делать. Это видео про автомобильный союз, про немецкий автомобильный союз. И на мой взгляд оно интересное, но к сожалению оно собрало достаточно мало просмотров, что-то порядка пяти тысяч. То есть мало людей на канале его видели, что называется. Сегодня я решил его перезалить, потому что оно интересное и посмотрим сколько оно наберет и какую реакцию вызовет, потому что для многих оно будет новинкой. Приятного просмотра и завтра будет новое видео. Смотрим. Сегодня речь пойдет о немецком добровольческом автомобильном корпусе. Он был создан в Германии в начале 20 века, в самом конце 19-го, 1899 год. И в чем его прикол? Это было просто собрание мужиков, у которых были тачки. Они собрались в группу большую и решили тусоваться на благо Родины. То есть все машины этих людей могли быть мобилизованы вместе с этими людьми и отправиться на фронт в случае чего. И сегодня я хочу показать вам антикварное холодное оружие, которое состояло на вооружении этой организации. Пробежимся немножко по истории этой организации, что с ней было и конечно же рассмотрим эти вещи. Сам этот автомобильный корпус был изначально даже не корпусом, а клубом. Он был учрежден, сам этот клуб образован в 1899 году в Берлине в отеле «Бристоль», это прямо отмечено. Туда собрались куча мужиков и решили организовать такую вот автомобильную движуху, автомобильный клуб. Изначально это все произошло, потому что, ну и как такая официальная версия этого, что французы Маких взяли и поехали быстрее, чем немцы. То есть французские автомобилисты начали объезжать немецких, стали ставить рекорд за рекордом, какие-то по 60 миль стали ездить и немцев, по сути, задушила жаба. Как так, что вот только что они их отрулили во франко-прусской войне, а они уже раз и ездят быстрее. Значит создали они этот автоклуб и там завертелось. Буквально через несколько лет этот клуб уже был превращен в автомобильный корпус. Было очень много знати в этом автомобильном клубе, очень элитный клуб. Я не знаю, это все равно, что сейчас, наверное, как клуб владельцев даже, наверное, не вертолетов, а самолетов реактивных. Клуб владельцев частных реактивных самолетов, что-то в этом роде, наверное. И на тот момент знать Германии патриотически настроенное понимало, что это, можно сказать, один из факторов обороноспособности страны. То есть вот такие вот люди, которые готовы ездить на своих машинах, которые готовы подписать, можно сказать, мобилизации своих транспортных средств в случае чего-то. Причем там не только транспортное средство подлежало мобилизации, но и сам хозяин его. То есть водитель, он тоже шел служить. Но об этом чуть позже. И вот, получается, еще до войны учрежден уже был именно автомобильный корпус. Он стал активно развиваться. Был в Баварии отдельной, в Пруссии, в Саксонии. И вот эта вся движуха пошла по всей Германии. Естественно, когда уже это все принято, такие большие обороты, когда у них была уже принята своя форма, когда у них было принято личное холодное оружие, огнестрельное оружие тоже личное было принято, они стали уже такой некой элитой. И вот так вот выглядит кортик члена автомобильного корпуса добровольческого. Он очень похож на морской кортик Кайзер Лихмарин, но здесь у нас не якорь в центре крестовины изображен, а такой клаксон, рожок. Клинок также похож на кадетский Кайзер Лихмарин, такой же тоже формы. На 5 клинка клеймо производителя Карл Эйкхорн. И мы видим вот этих двух белок. Это раннее клеймо, нанесено оно штампом. Кнопки нету на крестовине, то есть она сюда не вмонтирована. Здесь вот такая вот пружина пластинчатая и вот этой собственно пружиной удерживаются ножны, сюда устье защёлкивается. И здесь ещё такая текстильная тряпочка родная. Рукоять сама выполнена из слоновой кости. Вот здесь вот видно такие трещинки и прожилки вертикальные. И здесь вот по виткам обмотана проволокой. Прибор рукояти выполнен из мельхиора в серебрении. Здесь вот на потертостях виден сам мельхиор и патина по серебру здесь есть. И в центре крестовины мы видим здесь такая золочёная накладка. Это автомобильный клаксон. Собственно здесь он как знак организации, знак автомобильного корпуса. Головка рукояти выполнена также в форме имперской короны, но стоит отметить, что были разновидности. Вот например на экранах видите это корона Баварии. Баварский автомобильный корпус, баварцы всё время немножко такие на выкате, у него это немного всё время отличаются. Там свой девиз пишут везде, Германия тюрьма баварского народа. Самые баварцы сейчас даже шутят в эту сторону, в каждой шутке есть доля шутки. И короче они всё равно отличались немножко и вот например корона опять же как вы видите на экране отличается. Ну и такого он сам по себе по умолчанию достаточно подробного исполнения. Здесь видно и проволока в одну сторону, здесь убраны все вот эти завитки убраны назад и достаточно аккуратный кортик сам по себе, достаточно хорошей проработки. Ножны кожаные сами по себе, сам футляр ножен выполнен из кожи. Здесь сзади прошивочка есть и прибор ножен выполнен из мельхиора. Как обычно вот здесь вот есть сборочные клейма на устье ножен и на концевике. Устье ножен здесь цельное с крючком для подвеса, подвес собственно вот так вот и надевается. Вот так вот выглядят ножны в подвесе и вот так вставим. Сам кортик. Прикольный звук здесь всё так подогнанно и до сих спор оно в этом состоянии остаётся, что когда я вот так защёлкиваю, здесь звук такой сейчас на камеру. Круто да? Не знаю получится или нет, но вживую вообще офигенный звук такой. Вот, значит это сам кортик. С началом Первой мировой войны в Германии был мобилизован практически весь автотранспорт. То есть все люди, которые входили в добровольческий автомобильный корпус, они тоже подлежали мобилизации вместе со своими транспортными средствами. На тот момент уровень патриотизма был выше крыши и естественно все пошли. Практически там все. Причём есть в сети какие-то моменты о дезертирстве, о колонизме и прочем, но стоит отметить, что это были единичные случаи. Там же это и пишется. В чём состоял прикол? Просто факт наличия автомобиля у человека автоматически давал ему уже можно сказать офицерское звание. То есть получается человек, водитель это была прям фигура. Почти как лётчики на тот момент. Автомобилисты с автомобилями со своими нашли широкое применение в армии, например от штабной работы, то есть они развозили именно офицеров, генералов, возили корреспонденцию между штабами, возили корреспонденцию из штабов на передовую и обратно. И на тот момент это были очень важные задачи и вот эта оперативность, которую давали сами автомобили и навык владельца автомобилей вообще ездить туда, куда ему сказали ехать. Он конечно играл очень большую роль, также автомобили ещё использовались для оказания первой помощи, то есть там вывоза, эвакуации раненых и так далее. Опять же для армии тогда машины это было не что-то обычное, тогда машин было мало и поэтому очень большое было подспорье. По тем данным, которые мне удалось нагуглить, около 40 тысяч машин было привлечено на фронт благодаря созданию этого автомобильного корпуса. То есть некая такая спортивная организация, которая просто хотела обогнать французов, пришла вот к такому здоровому размаху и получается дала достаточно большой пинок в оперативности для целой армии, для армии Германии. И это такой, знаете, пример, ну вот просто моё личное ощущение, то есть такой пример, когда с государственной стороны идёт поощрение какой-то инициативы и эта инициатива настолько хорошо, что называется, поливалась, взращивалась, удобрялась кортиками, формой, удобрялась в кавычках всякими привилегиями, знаками, значками, то есть грамотами и прочим, и прочим, что в конце концов эта организация разрослась. И это, знаете, как такой people management. Организация разрослась, люди эти реально хотели служить, хотели быть причастными к этому делу, привлекали своих знакомых и так далее. И вот из такой вот маленькой организации в итоге выросла махина, которая реально помогла на тот момент своему государству. Это интересно. И на самом деле вот такой вот подобный опыт, он был и у нас, также, допустим, в те же самые 20-е годы была организация «Автодор», я про неё расскажу там позже. При этом это была организация «Автодор», которая занималась и дорогами, и машинами тоже, и было такие отделения речного флота, которые помогали в том числе промышленности развиваться в удалённых уголках нашей Родины. То есть такая уж другая история, угребаю в сторону. Далее в Германии уже там с 33-го года НСКК была организована, это национал-социалистический крафт-корпус, тоже вот по принципу вот этого «Автодора», по принципу автокорпуса в Кайзеровской Германии. То есть это такой пример, который прям сработал, и которые потом хотели вот профитом от такого примера, хотели пользоваться дальше многие. Ну вот здесь получается, что вот этот вот кортик – это как символ причастности к какой-то организации. И вот на тот момент человек, его обладатель, реально им гордился. То есть по большому счёту, знаете, как цветная дифференциация штанов, если у него на поясе висит вот этот кортик. Это значит, что он богатый, обеспеченный человек, который ещё и вдобавок на благо собственной Родины трудится. Получается, что это не столько оружие, сколько как такой был инструмент, как я говорю, people management того времени. Для того, чтобы людей как бы простимулировать и людей сагитировать в какую-то свою сторону. Ну и вот здесь вот вы на экране видите такие вот права, можно сказать, на управление транспортным средством того времени. Вот видите здесь штамп. 3 января 1918 года. Вот здесь вот на фотографии вы видите автомобиль кайзеровского моторного корпуса и вот здесь, пожалуйста, офицеры сидят в машине. Ну и как раз водитель это и есть член автомобильного корпуса. И вот здесь вот видно ещё тоже серая форма, красные петлицы. Как раз на таком же подвесе, вот как это я показывал, висит кортик. Да, и по поводу штыка, конечно же, вот он здесь. Подробный обзор будет чуть позже, я говорил, потому что ещё сейчас есть ещё кое-что, чтобы снимать. По бучерам я готовлю обзор. Это штык винтовки системы Маузера, так называемый 98-05 нового образца и у него есть отличительная черта – вот это пила. И вот именно такие штыки с пилой были положены членам автомобильного корпуса. Такие штыки с пилой и ещё КС-98. Насколько я знаю, тоже они носили, по крайней мере такая информация есть. Штык вот этот мы рассмотрим позже на обзоре уже более подробно и я тоже там коснусь этой темы, но здесь была бы не полная информация, если бы я показал только кортик и не показал бы штык. Ну и вот такой получился небольшой экскурс в историю ещё с элементами анализа, просто благодаря тому, что в руки попал редкий кортик. С точки зрения многих коллекционеров не обязательно знать и держать в голове историю каких-то организаций, историю создания, развития, их там какую-то иерархию и прочее. Ну это знаете, например, как люди, которые собирают монеты и допустим какая-нибудь среднеюковая монета, на ней там кто-нибудь нарисован, они знают кто это, кто чеканил сами монеты. А вот период, какие там события вокруг этой монеты в тот период, когда она чеканилась, какие там события были, не обязательно учить. Вы понимаете. У меня изначально такая же история была. То есть я во главу угла ставил сам по себе предмет, который сам по себе является документом эпохи, на котором есть некая символика, например, как здесь клаксон, корона и так далее. И просто вот в линейке, допустим, антикварного холодного оружия он занимает вот это конкретное место. А вот уже всё остальное, оно уже такое второстепенное. Но когда готовишь видео и когда нужно рассказать что-то большее, чем просто, ну там, это кортик, он мельхиоровый, рукоять костяная, ножные, кожаные. Всё. Если хочется рассказать что-то большее, начинаешь гуглить, что-то смотреть, хотя бы даже не мега глубоко, ну так. Чтобы понять. И это прям интересно. Это то, что мне тоже нравится. Я от этого кайф получаю, потому что, грубо говоря, ты берешь из этой линейки кортиков какой-то один экземпляр и начинаешь его вытягивать, и там такой пучок информации распускается. Поэтому я сейчас пойду ещё дальше про автомобильный корпус почитаю, потому что там всё по-английски, а как мне уже писали в комментариях, английский у меня на двоечку и даётся это тяжело. Пойду поучу. А вам всем доброго вечера и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова